Здравствуйте! Неделя подошла к концу. Давайте вспомним о самых значимых ее событиях. В студии Мехребанка Сумова сегодня в выпуске. Итоги социально-экономического развития и предстоящие задачи состояло в заседании Кабинета министров под председательством президента Ильхама Алиева. Неоднозначная реакция. С какой целью в Армении провели франкоязычный саммит? Визит на оккупированные земли Азербайджана. Члены гражданской платформы мира с армянской стороны осудили действия супруги премьер-министра Армении. Расширение экономического сотрудничества. В Баку встретились представители деловых кругов Азербайджана и Германии. Для обеспечения спокойной жизни азербайджанского народа предпринимаются многие шаги, в том числе связанные с внешней политикой. В 2018 году международные позиции Азербайджана еще более упрочились. Об этом на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 9 месяцев и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что состоялись его многочисленные встречи с коллегами как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В течение 9 месяцев президент совершил 12 зарубежных визитов. Азербайджан с визитами посетили 15 глав государств и правительств. Это свидетельствует о том, что страна проводит очень гибкую и многовекторную внешнюю политику. Азербайджан известен в мире как надежный партнер. Нам доверяют, так как слова у нас не расходятся с делами, подчеркнул Ильхам Алиев. 2018 год был успешным для нашей страны. Все поставленные нами перед собой с начала года задачи успешно и своевременно выполняются. Об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2018 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, сегодня стабильность и безопасность – одни из основных факторов для любой страны. Летом этого года между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан документ «Приоритет партнерства» и считаю, что это очень важный шаг, важный документ. В нем нашли отражение многие значимые вопросы, в том числе содержащиеся в данном документе положения, касающиеся урегулирования армия на Азербайджанском и Нагорно-Карабахском конфликта, и справедливые и полностью выражают нашу позицию и интересы. В этом документе указано, что Европейский Союз поддерживает в суверенитет неприкосновенности границ и территориальную целостность Азербайджана. Одновременно в декларации, принятой по итогам саммита НАТО, еще раз выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана. Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с конфликтом, отметил глава государства. Попытки армянской стороны оказались безрезультатными. Формат переговоров, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом, остается неизменным. Эти переговоры проводились, проводятся и должны проводиться между Арменией и Азербайджаном. Это еще раз доказывают две встречи министров иностранных дел двух стран, подчеркнул Ильхам Алиев. Формат переговоров остается неизменным, и этот конфликт в скором времени должен быть урегулирован на основе нормы принципов международного права в рамках территориальной целостности нашей страны. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и сегодня не является и никогда не будет предметом переговоров. Поэтому мы и впредь останемся на своей принципиальной позиции. Надеюсь, что новое руководство Армении продемонстрирует конструктивность в своей политике, и наши земли в скором времени будут освобождены от оккупантов. Наряду с этим добавил президент страна наращивать свою военную мощь. Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мировом масштабе. Это показывают международные рейтинги. Об этом свидетельствуют военные успехи республики. В то же время в этом году в Баку дважды были проведены грандиозные военные парады, на которых военная мощь была продемонстрирована как народу, так и всему миру. Сегодня азербайджанская армия оснащена самыми современными оружием и техникой, и этот процесс продолжается. Конечно, для осуществления всех наших планов экономика должна успешно развиваться, и в этом направлении предпринимаются последовательные шаги. Если бы у нас не было сильных экономических возможностей, то ни один наш план нельзя было бы реализовать. Наша экономика обеспечивает наши политические интересы. Мы в экономическом отношении ни от кого не зависим. За 9 месяцев этого года в экономику страны были вложены инвестиции на сумму 9 миллиардов долларов. Отрадно, что 5,6 миллиарда долларов из этих средств вложены в ненефтяной сектор. Это будет служить дальнейшей диверсификацией нашей экономики. Глава государства отметил, что 2018 год был важным для развития нашей энергетической политики. В мае этого года в Баку отметили официальное открытие Южного газового коридора. Это историческое событие. Спустя месяц в Турции состоялось открытие проекта ТАНАП. Происходящие в регионе события, реализуемые по инициативе Азербайджана гигантские энергетические транспортные проекты, Работа, проводимая в других сферах, в значительной степени повысили политический вес страны. Сегодня Азербайджан – очень ценная, пользующаяся большим уважением страна, обладающая высоким международным авторитетом. В республике проводится принципиальная политика, которая достойно обеспечивает национальные интересы. И этот путь будет продолжен впредь. В Азербайджане начался процесс составления списка наследников и семей погибших за территориальную целостность страны и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года. Им будет выдано единовременное пособие. Указ об этом был подписан президентом Ильхамом Алиевым в апреле этого года. В связи с этим из госбюджета на 2018 год выделено 58 миллионов монатов. Это более 34 миллионов долларов. Наследникам семей из указанной категории будет предоставлена единовременная выплата в размере 11 тысяч монатов. Это почти 6,5 тысяч долларов. Данные о наследниках были предоставлены госучтеждениями. Проводилась долгая и тщательная работа. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что в республике не осталось ни одной семьи и наследника жертв Карабахской войны, имена которых не были бы включены в список. В текущем году программа охватила большое число наследников. Но в следующем году программа охватит всех. С учетом того, что некоторые наследники могут находиться за рубежом, это может создать определенные проблемы. Для этого мы будем сотрудничать с соответствующими министерствами других стран и представим все необходимые документы в посольство и консульство. Вопрос азербайджанских заложников, удерживаемых армянской стороной, будет подниматься и дальше, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на осенней сессии ПАСЭ. Ягланд отметил, что армянам уже стоит сделать жест в этом деле. Напомню, в июле 2014 года гражданин России Дельгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбас Гулиев были захвачены армянской стороной во время посещения могил родных в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Еще один азербайджанец Гасан Гасанов при этом был убит. Так называемый суд сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева к 22 годам лишения свободы. Призывы мирового сообщества об освобождении заложников армянской стороной игнорируются. Я уже поднимал этот вопрос несколько раз и буду поднимать его. Армянская сторона могла бы сделать жест. Я обязательно продолжу поднимать этот вопрос. Окупация 20% земель соседнего Азербайджана, совершенная в отношении мирного населения, этническая чистка, акты вандализма, продолжение агрессорской политики – и это еще не весь перечень армянских дел. При этом в Армении проводят франкоязычный саммит, что, естественно, вызывает неоднозначную реакцию. Разве не смущает тот факт, что такого рода мероприятия провели в республике, которая не может наладить отношения со странами региона, да и в целом не имеет никакого отношения к процессу сближения франкоязычных государств? Скорее всего, Армения попросту пытается внедриться в платформу франкоязычных государств или же проведением подобных саммитов пытается поднять свой международный престиж? Проведение в Армении саммита международной организации «Франкофония» оскорбляет культуру и гуманизм в мире, уверены в Азербайджане. Окуп подчеркивает, что саммит не должен проводиться в стране, где господствует фашизм и этническая рознь, так как это праздник для тех, кто любит французский язык, культуру и говорит на французском языке. Проведение в Армении саммита «Франкофония» – несерьезный шаг. Саммит «Франкофонии» пропагандирует идеи мирного сосуществования, культура и многообразия стран, солидарность и ценности гуманизма. Армения же – моноэтническое государство, и там не проживают представители других наций. Это результат ненависти и агрессии Армении в отношении других народов. Какое это отношение имеет к Армении, абсолютно непонятно. Армения, во-первых, мононациональное государство, моноэтническое государство, моноконфессиональное государство, где французский язык не используется. Проведение саммита «Франкофонии» в Ереване – это недоразумение, поскольку Ереван, Армения находятся в конфронтации как минимум с двумя своими ближайшими соседями. Франкоязычные страны с Арменией не связывают никакие исторические, гуманитарные, языковые и культурные ценности. Проведение дней «Франкофонии» Армения стремится приукрасить историю отношений с Францией. В стране, которая оккупировала 20% территорий соседнего государства и учинила Ходжалинскую резню, говорить о гуманизме, франкофонии и многообразии культур – это оскорбление культуры и гуманизма в мире. Армяне уже долгие годы пытаются представить себя одним из народов, близких к французской культуре, и многое, чего никогда не происходило в истории, они представляют как французско-армянские исторические связи. В действительности же история отношений армян с французами началась приблизительно лет сто назад с вражды и предательства армян османской Турции. По мнению Хикмета Бабауглу, Армения хочет получить политический дивиденд от этого события, связанного с французским языком и культурой. Эксперты отмечают, что Армения сегодня довольно далека от всех мультикультуральных ценностей, чтобы проводить подобный саммит. О межнациональной толерантности в этой стране не может идти и речи. Во время выступления в рамках открытия саммита франкофонии премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил ложные и безосновательные заявления по поводу армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом заявили в МИД Азербайджана. Такая риторика полностью противоречит духу беседы Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая ранее состоялась в Душанбе. Армения должна действовать в соответствии со своими обязательствами, принимать активное участие в переговорах, направленных на скорейшее мирное урегулирование конфликта и незамедлительный вывод своих вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Только в таком случае в регионе может быть обеспечен продолжительный мир, говорится в заявлении. Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на открытии саммита Франкофонии практически не отличается от его речи на 73-й сессии Генассамблеи ООН. И в этой речи снова прозвучали лживые и далекие от правды высказывания по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту. Подобная риторика совершенно не соответствует духу беседы, состоявшейся в Душанбе между президентом Азербайджана и армянским премьером. Если премьер Армении хочет быть правдивым, то Азербайджан призывает его быть справедливым и признать нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, насильно изгладок из своих домов в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана. Еще не так давно Никол Пашинян, казалось бы, осознал необходимость не накалять обстановку популистскими высказываниями. Но глава армянского правительства еще раз показал, что слова всегда требуют подтверждения делами. О непоследовательности политика Пашиняна мы поговорим с гостем нашей программы, помощником президента Международного фонда Евразия Пресс Анастасией Лавриной. Здравствуйте. Здравствуйте. В интервью «Франц-24», а также на открытии саммита «Франкофонии» в Армении Пашинян заявил, что сепаратисты Нагорного Карабаха должны участвовать в переговорах. Зачем Пашинян снова говорит о том, чему не бывать? Начнем с того, что Пашинян часто говорит возгласы, которому никогда не суждено сбыться, и вообще его изречение с момента избрания его на пост премьер-министра очень часто не соответствует действительности, а наоборот накаляет обстановку. Ведь стоит вспомнить его недавнее взаисказание во время 73-й Генеральной Ассамблеи ООН, где он высказался и объявил Азербайджаном агрессором, при этом не упомянув о том, что это именно Армения на протяжении около 30 лет держит под оккупацией 20% территории Азербайджана. И сейчас, недавнее его высказывание на 17-м саммите в Франкофонии, стоит вспомнить само название этого мероприятия. Я даже хочу его процитировать. Тема саммита – это «Жить вместе, уважая солидарность, гуманитарные ценности и разнообразие в качестве основы для мира и процветания в регионе Франкофонии». О чем может говорить Пашинян? Где Армения, где солидарность, где справедливость, где гуманитарные принципы? Почти 30 лет назад, когда Армения жестоко изгоняла азербайджанцев со своей территории, и сейчас на протяжении всего этого периода, когда она оттягивает и не дает людям просто возможности вернуться на свои родные земли, постоянные обстрелы на передовой линии, нарушение режима прекращения огня, нарушение прав человека к жизни. Все это сейчас делает Армения на протяжении десятка лет, и при этом Пашинян с трибун говорит о том, что именно мы затягиваем процесс разрешения конфликта. С моей точки зрения Пашинян просто понимает свою неустойчивую позицию в Армении на данный момент. Ведь в случае какой-либо непонятной ситуации, он всегда старается именно ссылаться на народные массы, он старается поднимать население якобы в его поддержку. Но при этом в парламенте у него нет поддержки, и еще неизвестно, останется ли он у власти. Подобная шаткая позиция Пашиняна в республике, разумеется, не дает ему возможности действовать открыто, так сказать, пытаться что-либо сделать. И он старается просто оттягивать время. Он старается так, чтобы до следующих парламентских выборов, как минимум, когда он не найдет каких-либо сторонников, он сможет просто держать ситуацию как минимум неизменной. Но при этом он уже на протяжении того времени, что он стоит у власти, что он сделал? Он нарушил тот процесс, который становился на протяжении нескольких лет. Он просто некоторыми фразами пытается, наоборот, свести на нет какие-либо переговоры с Арменией. Помимо этого, внешняя ситуация и внутренняя ситуация в самой Армении, как экономическая, так и политическая, достаточно нестабильная. Народ это видит. И ему сейчас пытается, что он сейчас пытается сделать, это просто как бы сдержать ту массу людей, которая когда-то ему оказала поддержку. Это единственное, что его удерживает у власти на данный момент. Но говоря о привлечении жителей, как он выражается, самопровозглашенной на Горно-Карабахской республике, к тому же не признанной никем на международной арене, стоит отметить тот вариант, что на Горно-Карабах он полностью зависит экономически от Армении. Плюс ко всему, все, что... Действия диаспоры армянской. Действия диаспоры армянской. Армении-то помочь нечем Карабаху. Разумеется, но в то же время те ценности, те минеральные ресурсы, которые добываются на оккупированной территории, они полностью используются самой Армении. Так о ком мы сейчас говорим, когда говорим о привлечении третьей стороны? Там не проживает то население, которое было зверски изгнано в конце 80-х, начало 90-х годов. Здесь стоит вспомнить также о количестве беженцев из Сирии, которых Армения переселяет на территорию Нагорного Карабаха. При этом она нарушает международные правила и конвенции, переселяя их из одной горячей точки в нестабильную ситуацию, в нестабильный регион Нагорный Карабах. При этом эта территория не признана. Эта территория до сих пор является территорией Азербайджана. И как при этом можно туда расселять беженцев из Сирии, из Ливана, допустим? Как вы уже правильно отметили, что в результате этнической чистки оттуда были изгнаны, азербайджанское население было изгнано. Почему Пашинян все время об этом молчит? И вот во время саммита о франкофоне он сделал заявление о том, что Азербайджану не нужен народ Карабаха, а нужна просто земля. Азербайджан хочет очистить Карабах от народа. Почему он, говоря о народе, имеет в виду только карабахских армян, забывая об азербайджанцах? Ну, потому что мировое сообщество, оно прекрасно осведомлено о том, что происходило в 90-х годах. И сейчас Пашинян просто об этом умалчивает. Я не знаю, чего он пытается этим добиться, потому что серьезно воспринимать его восклассы, как я уже отметила, никто не собирается. Просто статус кво, статус, так сказать, замороженного конфликта, на данный момент он выгоден Пашиняну. Что-либо изменить на серьезном уровне у него не получается. Он старается просто затянуть ситуацию, он старается параллельно дать понять населению, что нет, мы на правильном пути, что международное сообщество нас поддерживает, что мы продвигаем демократию, права человека. При этом, однако, он умудряется еще и закрывать многие медиагруппы, ущемлять права журналистов и не ставить Армению на демократический путь развития. Это игра на внутреннюю аудиторию? Что можно еще сказать? Ведь его поддержала именно внутренняя аудитория, его поддержала масса людей, которая дала шанс просто новому человеку возможно поставить новый путь развития государства. То бывшее правительство, которое стояло у власти, народ устал от этого правительства, он устал от коррупции, он устал от ущемления. И здесь приходит новый человек, который заявляет о развитии Армении, о интеграции мировой сообщества, о привлечении финансирования. Ведь Армения бедная страна, и экономическое развитие оставляет желать только лучшего. Соответственно, он с трибуны заявляет, что сейчас у нас будет очень много международных партнеров, будет финансирование, экономическое развитие, жизнь наладится. Население Армении убегает из страны. Оно старается где-либо закрепиться, лишь бы только найти экономический путь развития. А сейчас Пашинян с трибуны заявляет, что нет, наш новый избранный путь, он наоборот приведет к развитию страны. И этим самым он привлек определенное количество населения страны, которое поверило ему, которое пошло за ним. И спустя несколько месяцев население начинает понимать, что нет, мы просто поменялись шило на мыло. У него нет поддержки в парламенте. И, соответственно, у него что остается? Просто продолжать кричать с трибуны, что мы идем за демократическими принципами. И привлечение якобы так называемой третьей стороны в процессы переговора. Но этим самым он не ведет Армению к мирному регулированию и скорейшему регулированию конфликта. Он, наоборот, затягивает страну, возможно, на продолжительный срок, когда население все больше и больше будет страдать от этого конфликта. Как раз продолжая тему внутриполитической ситуации в Армении, как вы отметили, экономическая ситуация нестабильна на протяжении уже многих лет. Пашинян хочет провести внеочередные парламентские выборы, но при этом депутаты его не поддерживают. Республиканская партия категорически против этого. Чем дело закончится, на ваш взгляд? Можно предположить, что ситуация в Армении станет еще более неустойчивой. Сейчас страна не в лучших политических взаимоотношениях вместе с Россией. В то же время не сказать, что там стабильные и хорошо налаженные отношения с Европой или западными странами. Армения сейчас находится в блокаде, так сказать, в экономической блокаде, в то время как Азербайджан продолжает наращивать экономические и политические потенциалы и стабильность. Азербайджан превращается в такой региональный хаб, через который проходят многие экономические пути. И Азербайджан стал площадкой, где международные страны собираются на различных саммитах для обсуждения не только, скажем, тем, связанных с Азербайджаном, но в то же время ситуацию в Сирии, допустим, мировые проблемы, мировые конфликты. В то же время Армения остается изолированной. По собственной вине. По собственной вине. И такая политика Пашиньяна ведет все вглубь и вглубь эту страну, не давая в дальнейшем ей развиваться. Сейчас Пашиньян старается привлечь еще какую-то массу народа, чтобы они вышли на улицу, чтобы они поддержали его, чтобы он получил какую-то власть распустить парламент, но при этом недавно принятое законодательство не дает ему это сделать. И опять-таки у него остается надежда только на население, которое сможет, возможно, помочь ему удержаться у власти какой-то промежуток времени, пока он не найдет новых помощников, поддержку, чтобы какими-либо другими путями продолжить оставаться у власти. Помимо популистских высказываний Никола Пашиньяна, масло в огонь подливает и его супруга Анна Акопян. Не так давно она вместе с группой женщин из России посетила Нагорный Карабах оккупированный. Как следует расценивать этот визит? Это такая попытка внести свой вклад в процесс урегулирования конфликта? Многие, возможно, расценят действия супруги Пашиньяна как миротворческие, как ее желание привлечь больше всеобщего внимания к проблеме Нагорного Карабаха и сплотить женщин, пострадавших от этого конфликта. Но ведь то, что мы видим на самом деле, это наоборот идет такая провокация, которая подставляет в то же время этих женщин, которых она пригласила посетить Нагорный Карабах. При том всем, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, такое поведение наоборот провоцирует ситуацию. Изначально она высказывалась, что да, нам необходимо сплотить женщин, и в этом есть своя правда, ведь именно женщины в любом конфликте страдают больше всех. Армянские женщины не раз устраивали митинги на улицах Еревана, заявляя, что наши дети гибнут на Нагорном Карабахе. Нам не нужен этот конфликт, нам необходимо его разрешить, мы хотим видеть своих сыновей рядом с собой. Каждую неделю проходят эти акции протеста? Ну, они жестоко разгоняются. Это не публикуется где-то, не оповещается в медиа, потому что понимают, что это на самом деле ситуация существует. И чтобы скрыть это, так же происходит ущемление журналистов. И сейчас, высказывая это, то она может найти поддержку, если она будет действовать на самом деле с правильной точки зрения, где она на самом деле захочет платить женщин, дети которых погибли на войне. Никто этого не хочет. Азербайджанские женщины также против, чтобы конфликт продолжался, чтобы дети умирали. Соответственно, подобная провокация, она наоборот накаляет обстановку. И мне кажется, в данном случае сама минская группа ОБСЕ должна высказаться по этому поводу и дать понять, что подобные действия невосприимчивы. Спасибо большое за участие в нашей программе. Вам спасибо. Напомню, о непоследовательности политика Никола Пашиняна мы говорили с гостем нашей программы, помощницей президента Международного фонда Евразия Пресс Анастасии Лавриной. Продолжаем выпуск. На визит супруги премьер-министра Армении Анны Акопян с группой женщин из России в Нагорный Карабах отреагировали и в гражданской платформе мира между Арменией и Азербайджаном. В частности, ее члены с армянской стороны Римма Саркисова, проживающая в Украине, и Оксана Алтунян из России. Давайте послушаем их мнение о таком способе Армении внести вклад в мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта. Я считаю, что Анна Акопян очень несправедливо и неправильно поступила, пригласив людей, не имеющих никакого отношения к Нагорно-Карабахскому конфликту, и пригласила их в оккупированный Карабах. Этим она еще больше... Что она сделала? Она еще больше накаляет обстановку. Если хочет мира между нашими двумя народами, так она должна была сделать самый первый шаг к платформе мира между Арменией и Азербайджаном, организовать поездку для азербайджанцев из Армении, и Карабаха. Два народа готовы примириться, соединиться, как говорится, а властям Армении это не нравится. И поэтому они неправильно поступили, так как им... Они сделали так, как им выгодно. Нужно не вредить, а наоборот, помогать и той, и другой стороне, чтобы люди воссоединились. Вот. Для мира что необходимо? Чтобы Армения вывела свои войска вот, с Карабаха. И все те, кто жил, снова могли вернуться в свои родные места и жить там, как и прежде, в составе Азербайджана. Вот. Нужно опять восстановить, чтобы Нагорный Карабах был, как и раньше, в составе Азербайджана. В Азербайджане существует гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном, которая не раз призывала к перемирию и готова поддержать все инициативы по восстановлению и сохранению меры между нашими странами. Почему госпожа Акопян пригласила российских женщин, которые не имеют отношения к урегулированной территориальной целостности Азербайджана и примирению двух народов? Нам нужно приложить все усилия, чтобы мирные призывы были интересны для обеих стран. В призывах и инициативе госпожа Акопян, есть что-то положительное, но это должно быть понятно и азербайджанской стороне. В связи с данной темой рабочая группа по Азербайджано-российским межпарламентским связям подготовила обращение с резкими аргументами председателю Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславу Володину и другим комитетам. Напомню, что среди группы россиянок, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, была и заместитель председателя Комитета по Международным делам Государственной Думы России Светлана Журова. Между тем, правительство Германии в ответ на запрос Бундестага заявило, что считает находящийся под контролем вооруженных сил Армении Нагорный Карабах и семь прилегающих районов неотъемлемой частью Азербайджана и не признает незаконный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях. В свою очередь, официальный Баку прокомментировал ответ правительства Германии на запрос по германа-армянским отношениям и позицию заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента по решению армяно-азербайджанского конфликта, озвученную на пресс-конференции в Баку. МИД Азербайджана напоминает, что федеральный канцлер Ангела Меркель в рамках визита в Баку озвучила эту же позицию и подчеркнула, что поддерживает усилия по решению проблемы на основании резолюций Совета безопасности ООН. Также во время визита в Баку заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент еще раз повторил позицию США по урегулированию конфликта, заявив, что в этом контексте США поддерживают решение конфликта на основании четырех известных резолюций Совбеза ООН. Оба заявления еще раз подтверждают, что международное сообщество поддерживает решение конфликта согласно нормам и принципам международного права и в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Азербайджано-германский бизнес-форум позволит расширить экономические связи между двумя странами. Представители деловых кругов обсудили темы, касающиеся сферы энергетики и информационно-коммуникационных технологий, а также перспективы развития сотрудничества в новых областях экономики. Подробности в следующем материале. Между Азербайджаном и Германией налажено разностороннее сотрудничество в области энергетики и имеются все возможности для расширения двусторонних связей. Об этом в ходе Германа-Азербайджанского бизнес-форума по энергетике и ИКТ заявил за министра энергетики Азербайджана Натей Кабасов. По его словам, ряд германских компаний привлечены к реализации пилотных проектов в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии в Азербайджане. С участием германской «Симонс» в Азербайджане были реализованы крупные инфраструктурные проекты в сфере энергетики. С другой компанией «Юнипер» имеются большие перспективы для сотрудничества в рамках проекта реконструкции и модернизации газораспределительной сети Баку и Абширона в сфере энергоэффективности, приватизации и управления электростанциями. Существует многостороннее сотрудничество с германскими компаниями в области энергетики, и имеются большие возможности для расширения взаимодействия. Хотел бы отметить сотрудничество с компанией «Юнипер», которая является одним из покупателей азербайджанского газа с места рождения «Шахданист-2». Посредством этой компании в течение 25 лет ежегодно будут закупать азербайджанский газ в объёме полтора миллиарда кубометров. Помимо роли Южного газового коридора в обеспечении энергобезопасности Европы, это также важное источие зрения газоснабжения самой Германии. По словам заместителя вице-президента госнефтекомпании Азербайджана Сокар по инвестициям и маркетингу Виталия Беклярбекова, германские компании играют важную роль в проектах, осуществляемых Сокар. Сейчас решается вопрос выделения Германии полтора миллиардов евро на финансирование доли участия Азербайджана в проекте «Южный газовый коридор». Вопрос о финансировании решится к концу текущего года. В этом году состоялось открытие одного из самых важных проектов в истории энергетики Азербайджана. 29 мая этого года азербайджанский газ был впервые запущен по Южному газовому коридору, который является одной из крупнейших систем в мире. И, конечно, крупнейшая система, когда-либо созданная Сокар и его партнерами. И эта мегасистема позволит впервые поставлять газ с Каспийского региона в Европу. Я не могу не отметить, что германские компании сыграли очень важную роль на каждом этапе создания. На форуме также были обсуждены процессы, касающиеся нефтегазовой сферы, инноваций в энергетическом секторе и сфере ИКТ. Германские компании также ознакомились с деятельностью службы АСАН. Сегодня на форуме мы узнали, что сектор ИКТ достаточно развит в Азербайджане. Что касается вопросов АСАН-визы, мы видим, что центр сотрудничает с немецкими структурами и достаточно тесно. Мы были бы рады упрощению процесса предоставления виз азербайджанским гражданам для поездов в Германию и другие страны Европейского Союза. Надеюсь, что сотрудничество в этой сфере будет продолжено. Отметим, что в мероприятии с германской стороны приняли участие около 80 предприятий, представляющих области нефти и газа, электрической и альтернативной энергии, строительства, здравоохранения, химии, образования, торговли, финансов, воздушных перевозок, а с азербайджанской стороны почти 100 деловых людей, осуществляющих деятельность в соответствующих областях. Столица Азербайджана стала местом проведения 35-го совещания Координационного совета Евразия, которое объединяет национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ. Около 100 участников из 15 стран. Такие встречи, переговоры способствуют развитию и достижению успехов в области авиации. Тему продолжит Фуат Байрамов. За 9 месяцев текущего года Бакинский международный аэропорт Гейдар-Алиева обслужил почти 3,5 миллионов пассажиров, что превышает показатели всех других аэропортов региона. Однако, с учётом открытия новых международных рейсов к 2020 году, этот показатель может увеличиться до 7 миллионов. Об этом было сказано в ходе 35-го совещания Координационного совета Евразия в Баку. Было отмечено, что совещание содействует достижению поставленной задачи, а также в обеспечении безопасности полётов. Данная встреча это больше рабочая, практическая встреча, в которой мы определяем те моменты, которые мы должны решить, технические моменты, моменты интеграции, моменты взаимодействия, сотрудничества и стратегические шаги, каким образом нам достигать более высоких результатов в обеспечении безопасности и качества предоставленных обслуживаний. В совещании 35-го Координационного совета приняли участие около 100 представителей из 15 стран мира, включая руководителей национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ, а также представителей международных авиационных организаций. Мы занимаемся самой нашей главной задачей это обеспечение безопасности полетов пользователей воздушного пространства над всей территорией, можно сказать, евразиатского пространства, которое занимает именно все участники, которые здесь находятся, более 30 миллионов квадратных километров воздушного пространства контролируем и управляем. Соответственно, мы собрались здесь для того, чтобы скоординировать наши действия, поделиться всеми новыми правилами, новыми ноу-хау. На Бакинском совещании особое внимание уделили вопросам, связанным с организацией полетов беспилотных летательных аппаратов, модернизацией воздушного пространства в Европе и национальных стратегий выпустя обеспечения безопасности воздушного пространства, а также гармонизацией национальных систем воздушного движения стран-членов Координационного совета Евразия. Отметим, что этот совет был создан в 1999 году. Его учредителями стали шесть стран СНГ, в том числе и Азербайджан. Пуат Байрамыч, Авид Гадыров, СПС. И в завершении выпуска российские вузы откроют филиалы в Азербайджане. Это станет новым этапом двустороннего сотрудничества в образовательной сфере. Об этом сообщил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на прошедшей в Баку 12-й выставке карьера и образования. Как ожидается, свои отделения откроют МГИМО, Высшая школа экономики и Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Михаил Бочарников отметил, что решение об увеличении числа филиалов российских высших учебных заведений было достигнуто в ходе переговоров глав России и Азербайджана, которые прошли в Сочи в начале сентября. В Баку уже есть представительства российских вузов. Это филиалы МГУ имени Ломоносова и первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. При этом на территории Российской Федерации высшее образование получают до 15 тысяч граждан Азербайджана. Это были самые значимые события недели, касающиеся нас и нашего региона. Мы увидимся вновь в воскресенье в 21.00 на телеканале Си-Би-Си. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин